Иностранное вмешательство в американскую политику стало постоянной проблемой, начиная с вмешательства России в президентские выборы 2016 года и заканчивая распространением дезинформации в ТикТоке. Но что говорит закон об иностранном участии в политическом процессе? Федеральная избирательная комиссия, которая регулировала кампании с момента своего создания в 1974 году, строго запрещает иностранным гражданам вносить вклад в любые федеральные, государственные или местные выборы. Это включает в себя любой финансовый, консультативный или решающий вклад любого лица, который не является гражданином или постоянным резидентом, или любого иностранного субъекта, такого как правительство, корпорация или политическая партия. Аналогичным образом, закон запрещает кандидатам или их посредникам сознательно принимать любые такие взносы или просить о них. Цель запрета – предотвратить иностранное влияние на внутреннюю политику. Это принцип Соединенных Штатов, с тех пор, как президенты Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон предостерегали от так называемого «запутывания союзов». Но со временем этот принцип стало сложнее реализовать на практике. Например, внутренние и дочерние компании иностранных корпораций могут вносить вклад в выборы, если они зарегистрированы в Соединенных Штатах, и соответствующие решения принимаются гражданами или резидентами США. Решение Верховного Суда по делу «Settison United» от 2010 года открыло иностранным организациям еще один путь влияния на выборы путем пожертвований в пользу суперкомитетов политических действий, которые могут не координировать свою деятельность напрямую с компаниями, но часто работают над достижением тех же избирательных целей. А совсем недавно Федеральная избирательная комиссия постановила, иностранные доноры могут вносить вклад в инициативы по проведению выборов, которые технически выборами не считаются, но могут включать референдумы по важным выборным вопросам, таким как перераспределение избирательных округов в Конгрессе. Таким образом, в мире национальных корпораций и глобальных медиаплатформ граница между иностранным влиянием и внутренней политикой становится все более размытой.